Смотрим дальше. А вот здесь слева, вот где мы будем, вот тут это грядка, вот тут она. А это уже штука. И три года, три года ровно. Значит, на момент, когда делалась эта съемка, октябрь 21 года, я была, ну, два с половиной года, если от прививки, да. Вот. И получилось, это пробило. Вот здесь уже глина пробита. И я говорю, не надо отчаиваться, глина, она не вечная, то есть она не до центра земли. Вот. Сделали холм, посадили в холм. Потом прямо через глину идет постепенно завоевывание подземного мира корнями. Почему? Потому что мне приходилось видеть, когда я однажды, у меня мало наблюдений, у меня всего два глаза, всего одна жизнь короткая. Но когда я выкопал саженец, я посадил глину. Я удивился, а глины-то там не было. То есть маялся, маялся, наконец, он вырос, наконец, я выкопал. Причину не помню. А там гранулированная земля. То есть, получается, корни себе создали почву. И уже здесь можно было бы писать, я опять забыл. У меня эти постулаты в сотни. И я их сказал, забуду завтра, сказал, забуду. Нет, когда-то я их записал. Деревья сами создают почву под себя и для себя. Вот такой постулат. Постулат почти все. Поняли, да? Ну, а теперь вы догадались, чья это работа? Я привал Лена-Садна оббатывала или Лена-Садна оббатывала, я привал. Вот примерно так. Согласитесь, что на момент съемки два с половиной года выглядит прилично. Заметьте, не три с половиной, не четыре с половиной. Почему? Потому что о таких вещах я не ошибаюсь. Вот. Ну, и самое старое деревье, что мы в Лена-Садне садили. Вот. Ну, и здесь это самое. Уже 5-6 лет где-то. Он не выглядит крупный. Знаете почему? Я не все фотографии собрал. У меня есть фотографии, где оно рос с такими яблоками. На этом же дереве. Вот. У меня таких всего парочка сладкая. Вот. А остальные, эти самые, там, на другом участке. Поэтому здесь, в общем, все фотографии показать не смог. Вы поняли уже примерно так, что это, вот, Голден Деллиса, что ему то ли 5, то ли 6 лет. Вот. Вот здесь началась ее учеба. Смотрите. Здесь мы недавно всего лишь, в 21 году, год назад, ровно мы взялись за прививки. Вот они. Видите? Вот. Но. Нет, давайте пока без но. Ну, я бы сказал, что другие года у меня бывали в 2 раза выше. Ну, так бывает. Поливать не поливаем, удобрять не удобряем, а в дожде не всегда бывает. Вот. Значит, однажды, когда придало солидности мне и Елене Сану, она не побоялась, а она пригласила и привезла ко мне свою хорошую знакомую, даже подругу. Зовут ее Софья. Она начальник лаборатории. Она изучает грибы. Вот. В том числе и патогенные, и не патогенные. И название-то их все. Я не могу никак запомнить. Не нашли. Мы грибов. Не нашли. Вот. Спасибо, Александр. Я теперь горжусь тем, что... И такими посещениями, что все-таки... Попробуйте сюда выпустить себе резюки ко мне прислать. Или как сказать? Помните фраза эта? Которая когда-то войдет в учебники. Вот. Не желаю знать. Вот. А Софья желает. Так. Здесь особый случай. Я считаю так. У меня почти удался опыт, но мы с Сергеем скалечили эти... Деревья все разобрав на черенки. И фактически мы угробили дерево, кроме трех. Где-то четыре угробили. А песики уже плодоносили. Но. Особое место, где 16 форточек открытых. И плюс дверь открытая. Всю зиму. Вот. И ее попытки найти здесь. Какие-нибудь не то, что патогенные грибы. Ну, хотя бы паршуну. Хоть что-нибудь. А нету совершенно никаких следов. Грибов. Раз. Болезней. Любых нету. Что интересно. Я не помню показывал или нет. Я, пока на дереве были листья. Я искал и нашел. Нет. Я только обратил внимание, что однажды я увидел муравья. Да. Один раз. Вот. А мне все про борьбу с муравьями. Вот. Особое качество Иоанна Санны. И так же, как и Сергей Железово. Они умеют владеть рамками. Вот. Это важный момент. Рамками должно быть вот такое сословие. Белокаторского лозоходства. Оно должно быть гораздо больше. То есть, они должны быть в каждом городе. Хотя бы в селе. Хотя бы один. Ведь, понимаете, я потом покажу вам эти схемы. Ну, невозможно. Тут до воды 2 метра. Отступил 3 шага. А там уже 10 метров. Там до 10 метров выкопал колодец и замучился. А где 3 метра ты не колодец выкопал и дерево посадил. А оно жило-жило да сдохло. То есть, надо иметь открытые глаза. Открытые глаза это владели рамками. Вот. Спасибо. Она восприняла все это всерьез. Вот. Теперь. Следующий момент. Мы оба учимся. Есть у меня друг Чернобайер. Ну, я люблю погорить, но это по делу. Это учеба. Есть такой друг Чернобайер. Вот. Который переплюнул меня. Потому что оно, конечно, замечательно, когда на сливу поливаешь сливу. Ну, что особенно. Абрикос на абрикос. Но я еще прививал. Бывало, что это. На сливу. Не только сливу, а абрикос на абрикос. Но я еще прививал на сливу абрикос. Из ведра прививки урожай получал. Терпел неудачи, гибель. Все было в моей жизни. Но привить на абрикос сливу догадался мой друг Чернобайер. Но при этом мы там у него бывали. Мы любовались на переделанные плоды, которые синих стали розовые. Помните мои эти рассказы, фильмы, фотографии, вебинары. Вот. Все вот так взял, перевернул. Теперь у него какие у него были урожаи. Слева на абрикос. Но не на манджурских, не на диких. А на культурных. И тут мы селями сады почесали. Вот. В затылке. И сказали. А давай-ка и мы в ученики запишемся к Чернобайеру. Посмотрите. Если абрикос культурный. Видите? Это королевский. Вот. Ну, вот тот привал на бай. И первая же прививка дала два метра просто. Видите, слива. Но. Я же не говорю, что я совсем такой это. Я проходил, прививая на абрикосы сливы. эти самые наприкосы я поливал сливы эринклоды а венгерки, вот первое же видите, что получилось ну и ждем, ждем, ждем что получится, но и не стесняюсь, мы теперь Ирина Александровна с вами ученики вот, у замечательного человека, который художник и сказал, никогда он не будет пространен садоводом и не будет выращиваться еще на продажу вот так вот талант еще один пропадает вот, ну и это правда грустная фраза и гроб сходя благословил Ирина Александровна так же получилось ну что делать, когда один из лучших садоводов в России Желин Сергей, работает кровавщиков, приходит ни жив, ни мертв отсыпается и снова на работу и т.т.т. короче будем считать, что ну из чего я вдруг рассказываю про тебя да потому что больше некого никого у меня нету кто вот эту линию продолжил и тогда я взял нарезал черенков вот и сказал себе а сделаю-ка я вот таких вот скелетных 300 привилок идем дальше вот вы у меня научили это один из первых годов да ну может там 15-16 вот я учу прививать третий этаж ученица почему она теперь знает что вот эту надо привить это несущая ветка фактически это учитывая что остальные это что такое прививка это боковая ветка которую наглую выросили из почки с боковой ветки выпрямили вот получилось вот это все которое должно было вот так вот вот так расти видно меня нет вот так расти должно а мы сделали вот так она теперь кривая горбатая ничего выбрали вертикальную одну потом видите вот тут вот еще вторая вот тут между руками вторая вертикальная так как можно ниже к основанию самой ветки так вот и это третий этаж и теперь по такому принципу я собрался делать 30 прививок вот я надеюсь что хотя бы недельку вы со мной почему это мне не мне надо я это сделаю один речь идет о другом речь идет о том что мне надо чтобы не только до 2021 года что-то что здесь есть ваши саженцы вот и так далее чтобы 22 год тоже был 23, 24 чтобы вы сказали это мы вместе делали вот это очень важно я Александр говорю вслух говорю при всех может даже Батвей его услышит вот это очень важно вот а теперь давайте сравнивать и так вертикальный побег они есть везде вот причем сразу говорю запомните друзья меня этот вопрос ниже будет но он как раз вот сейчас к тебе сильно уж если можно еще вот эту примить чуть-чуть с наклоном вот эту ну уже со скрипом если вообще так похожих нету но ни в коем случае не вот эту мелочевку которая во все стороны вот так вот ни в коем случае а это и есть практика распространенная вот а привая вот такую веточку видите тонкую вот эту курсор видно вот привая такую веточку на глазах всей России сотни тысяч просмотров что мне зло берет человек думает что он что-то с этого будет иметь даже дальше не хочу комментировать смотрим дальше так быстро я что он узнает есть что он он ну я знаю что он